Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свой видеообзор, хочу познакомить вас с сортом Гном. Это еще один сорт, который не прихотливый, не требует ухода, ни посынкования, ни подвязки. Куст штамбовый, сорт детерминатный. Я недавно описывала такой же сорт Полюс, вот он относится к этой же серии. Вы видите, что кустик небольшой, весь в томатиках. Град, правда, нам немножко, видите, дырочки повредил его. И я сейчас вынуждена его снимать некоторые раньше времени. Я вообще ждала, когда он совсем-совсем переспеет, вот так вот, чтобы он потрескался. И я потом его буду снимать. Но так как все эти пообшибало нам помидорки, буду оббирать. И до того, как обберу, я вам покажу, что он маленький, 20-30 сантиметров. Вот у меня растет тоже на заваленке у теплицы. Вот видите, он мало места занимает. Он рядом с такими, как вот Пиноккио. У меня идет Пиноккио, потом вот этот Гномик, потом дальше там такие же Полюс, розовая же Мчужина. Они очень компактные. Из-за своей компактности его можно выращивать так же, как все маленькие сорта. И на балконах, и на террасах на различных, в Кашпо. Можно вырастить на улице, потом донести в комнату на подоконник. Он будет еще долго радовать вас помидорками. Помидорки небольшие, 70-80 граммов. Но они очень все выровненные. Видите, как они все ровные. У них нет каких-то одни больше, другие меньше. Они с самого от низа до самого верха идут все одинакового размера, как шарики. Очень удобные для консервирования. Одно из достоинств, это его хорошие качества. Вот именно при консервировании. Он не теряет форму, не разваливается. И вот вы его как положите, так вы его возьмете потом зимой. Еще одно преимущество, это он холодостойкий. Вот это именно холодостойкий и очень ранний. Это именно те томаты, про которых говорят, что они успевают отдать свой урожай до наступления фитофторы. Вот сейчас начало августа. Он уже весь поспел. И когда начнется массовая вот эта фитофтора на всех томатах на наших, его уже вы скушаете. Он как на подхвате до крупноклодных томатов. Пока крупненькие томаты не поспеют, можно кушать гном вот этот. Еще раз говорю, очень удобно для тех, у кого нет вообще огорода. Можно вырастить на балкончике. Ящик поставили, посадили 5 гномиков. У меня здесь 5 гномиков. Урожайность 5,5 килограммов квадратного метра. На метр можно 6 штучек посадить. Вот пол ведра томатов вы получите с одного ящика. Все, вот это краткий видеообзор сорта гном. Очень удобный, ранний, холодостойкий, выносливый. К болезням невосприимчивый, потому что он уже рано отдает урожай. Осенью его не будет. Замена крупноплодным в тот период, когда их еще нет. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Продолжение следует... Продолжение следует...